Белгородское студенчество, на день забыв о сессии, закружилось в ритме вальса. В областном центре в канун Татьяниного дня был дан бал «Маскарад». О том, как вписали в современность традиции прошлых веков, сюжет нашего корреспондента Елены Труфановой. Музицирование, как и несколько столетий назад, в программе «Бала». До начала танцевальной части всего несколько минут. Дамы в вечерних платьях взволнованы, их статные кавалеры томятся в нетерпении. Несколько захватывающие чувства, потому что это каждый бал, это такое мероприятие со своей изюминкой, со своим каким-то особым колоритом. Желание участвовать, окунуться в эту атмосферу замечательного романтического века, когда были все эти пышные балы, это подготовка, наряды, прически. Открыл вечер величественный торжественный полонез. Нехитрые движения белгородские юноши и девушки освоили с легкостью. Всего несколько минут, и студенческие пары уже задорно отплясывают польку. Для ребят это еще и прекрасная возможность познакомиться друг с другом. Участие в бале «Маскараде» приняли студенты ведущих вузов региона. Всего полторы сотни пар. Полька уступила место вальсу, и вот кавалеры уже кружат дам, вспоминая свои школьные выпускные балы. Для пары первокурсников из Белгородского юридического института Дмитрия Ефимова и Владлены Чепуль это первый бал. Вопрос, участвовать или нет, даже не обсуждался. Мы будущие офицеры, а это так в духе русского офицерства, участвовать в балу, танцевать с прекрасными дамами, знакомиться с новыми людьми. Для нас это новая возможность показать себя. Очень непривычно на самом деле переходить с формы в платье. Очень волнительно, переживали. Но так нам очень понравилось, все здорово, все очень красивые. И пусть это лишь небольшой тайм-аут в продолжительной зимней сессии. Завтра студенты отложат вечерние наряды и вновь возьмутся за конспекты. Но пока студенческая беззаботность правит бал. Елена Труфанова, Валерий Ларьков. Новости мира Белогорья.